История создания бизнеса Тяньши История третья Снег, камыш и дух предпринимательства Осенью 1993 года Ли Цзинь, Юань и шесть его партнеров-единомышленников приехали в только что открывшуюся свободную экономическую зону района Уцин под Тяньцзинем. Недалеко от скоростной трассы притулились два-три завода, а строительная площадка представляла собой дикий солончак, покрытый жухлой травой. На ветру качались жесткие, как сталь, листья дикого камыша, который не ела даже голодная скотина. Поговорка о начале бизнеса Тяньши в диком поле появилась именно тогда. Два ветхих грузовичка марки Яньпай – это транспорт, на котором Ли Цзинь, Юань с соратниками добирались до первой очереди производственной базы Тяньши. Они обустроились на новом месте, и вскоре на пустыре появились три стальных котла, четыре временных барака и шесть бамбуковых шестов, которые символизировали парадный вход на стройплощадку, и на которых висел красный транспарант с надписью «Тяньцзинское ООО развитие биотехнологий Тяньши». В Уцине на тот момент не было никакой инфраструктуры. Воду пили из водопроводной трубы, от избытка железа она имела цвет крепкого чая и горький вкус. Иногда и сам господин Ли Цзинь Юань становился поваром, варил для всех рис, жарил капусту с перцем, готовил лук-порей с соевым соусом. По мере того, как продвигались работы, приближалась зима, и утром, проснувшись, они увидели белый сияющий снежный покров. Жизнь этих первопроходцев напоминала условия существования батраков, веками трудившихся в Китае на прокладке каналов, с одной лишь разницей. Один из них был господин Ли Цзинь Юань, обладавший на тот момент миллионным состоянием. Еще были студент вуза, аспирант, представитель среднего класса из города и простой рабочий. Все они проявляли стойкость в борьбе с трудностями, трудолюбие и бережливость, свойственные предпринимательскому духу. И именно этот дух господин Ли Цзинь Юань проявляет до сих пор. Чтобы сэкономить денежные средства и время, на стройке использовалась модель облегченного подряда. Подрядная организация отвечала только за строительство помещений. А все обеспечение строительными материалами, транспортировка, погрузка и разгрузка, покупка и аренда строительной техники – все эти заботы лежали на плечах семи человек. Днем они занимались закупкой и транспортом, а ночью иногда приходилось разгружать машины. Бывало, что и по два-три раза за ночь. И с наступлением зимы ничего не изменилось. Господин Ли Цзинь Юань торопил строителей, требовал соблюдения скорости работы, сроков. С другой стороны, требовал высочайшего качества, вплоть до самых мелочей. При возведении административного корпуса произошла показательная ситуация. Строители, торопясь закончить работы до наступления морозов, после закладки фундамента не покрыли его изоляционным слоем, а стали сразу же класть стены. Очень быстро стены были возведены, и когда дело уже подошло к укладке перекрытий, господин Ли Цзинь Юань обнаружил нарушение. Он без колебаний потребовал разобрать стены и выполнить работы с соблюдением технологии. При этом он сказал, «Убытки за перестройку я возьму на себя, но строительство здания – это дело на века, качество превыше всего». Это была удивительная ночь. Господин Ли Цзинь Юань запустил в небо петарды. По китайским верованиям, звук разрывающихся петард отгоняет зло. Но в сложившейся ситуации этот треск звучал как сигнал предупреждения о требованиях к качеству. В Тяньши не получится делать что-то, как попало. Именно этот настрой руководит действиями всех работников корпорации на протяжении 26 лет. Потребителям во всем мире Тяньши предоставляет продукцию и услуги только самого высокого качества. А в ту ночь строительная бригада подчистую разобрала возведенные стены. С соблюдением всех требований к качеству строители полностью наверстали упущенный объем. В ту зиму строительные работы шли полным ходом. Несколько месяцев никто не мог вернуться домой. Чтобы уложиться в сроки, господин Ли Цзинь Юань и его соратники даже традиционный праздник весны отмечали на стройке. В новогоднюю ночь господин Ли Цзинь Юань с соратниками смотрели по телевидению тренировку команды легкоатлетов и отметили, как высоки были нагрузки и напряжение спортсменов перед соревнованиями, как строг и требователен был тренер. Но именно спортсменка из его команды в 1993 году побила несколько мировых рекордов. Главный секрет успеха в любом деле – преодоление трудностей. И соратники поняли – трудности сегодняшнего дня – это залог успеха Тяньши в будущем. Праздник весны для всех приобрел символическое значение. В марте 1994 года первая очередь строительных работ была завершена. Общая площадь возведенных строений составила 4000 квадратных метров. Были построены административное здание, первый производственный цех, столовая, склад, котельная и лаборатория. Крепкий фундамент для рождения бизнеса великого здоровья Тяньши был заложен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова